Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Меня зовут Андрей. И сегодня на ремонте у нас будет измельчитель Makita, модель UD2500. У измельчителя нет обратного хода. Сейчас мы его подключим и проверим. Включаем розетку и запускаем аппарат. Даже вот выбило у меня автоматик вот здесь. Открываем вот эту часть. Здесь мы видим ножи. Точнее нож. Нож у нас в нормальном состоянии. Нет никаких задиров. Кстати, если на ноже будут какие-то крупные задиры, это тоже будет не гарантий. На этом аппарате стоит две защиты. Вот и вот здесь одна кнопочка. Еще одна кнопка под этим, по-моему, болтом. Если мы не закрутим этот болт, то есть аппарат не включится. И третья защита еще. Вот на этом ящике с той стороны, если не будет задвинута ручка, он тоже не включится. У японцев на всех инструментах, на любых, всегда были максимальные защиты для безопасности. Ну вот, разобрали. В принципе-то тут все просто. И убирали. Вперед. Вперед должно работать нормально. Ну а реверс включаешь, он начинает и не может сдвинуться. Давайте еще посмотрим, что с нашей платой. Открутим вот эти четыре винта. Открутили. Внутри у нас такая корзинка с отверстиями для слива воды. Влаги, если попадет. Здесь пульт управления. Ну и здесь четыре кнопочки. И два светодиода. Основная плата на схеме еще нарисована еще одна плата. Но если бы сюда посмотреть, ее как бы не видно. розетка, а он туда провода уходит, конденсатор и сразу на двигатель. Ну если мы посмотрим вон туда, вон там виднеется сама основная плата контроллера. Чтобы ее достать, нужно открутить вот эту черную крышку. Вот здесь винты. И с той стороны тоже такая же пластина. Сейчас открутим. Ни фига я не уголял. Здесь еще четыре. Вот так выглядит плата. Релюшки здесь. Мы включили. Попробовали. Релюшки работают. Когда ревер включаешь. И потом отключаешь. Вот здесь прям аж искрить. Отсоединил пациента. Положили его на операционный стол. Разбираем дальше. Отсоединили двигатель в сборе с редуктором. И вот они наши защиты. Два микрика. Первый микрик. Он нажимается вот этой кнопкой. Когда закрывается крышка. Второй микрик. Вот он. Он нажимается болтом. Если сюда закрутить, этой же крышки болт. Он внутри нажмет этот микрик. И третий микрик стоит вот здесь внутри. Он нажимается, когда мы задвигаем ящик и поднимаем ручку. Без соединения этих трех микриков двигатель не включен. Сняли крыльчатку. Ну, ротор вращается хорошо, свободно. Разобрали двигатель. Ротор свободно вращается. В ту и в другую сторону. Подшипники, кстати. Сеечель 6203. Штатор. Никаких визуально там подгоревших катушек не видно. Буду отключать тогда сейчас. Прозванивать катушки. Придется. Не хотелось Этого делать. Здесь, в принципе, все на клеммничках. Все по цветам, по проводам. И схема есть. Ну, просто Вот эти Термоусадки придется разрезать. На крышке вот такая пружина стоит. Кольцо. Вот она схема. Проверяем электронику без двигателя. То есть, отключили полностью двигатель. Вот у нас там светятся индикаторы. Подано питание. Включаем. Двигатель в данный момент, якобы, запустился. Топ. Потом прогоняем его вперед. Все работает. Прогоняем на реверс. Реверс у нас не работал. Сейчас он, как бы, работает. Ничего не выбивает. Развонили двигатель. Показывает одна обмотка 3.8. Сопротивление. Другая обмотка 2. Пробуем соединять теперь двигатель. Ну, соединили. Без электроники. Да, напрямую. Вот вилка. Идет. Питание пошло на пусковую обмотку и через кондер на обмотку возбуждения. Или на... Не так сказал, короче. Наоборот. Да. А теперь переставим кондер в другую сторону и должно... Должен включиться, как бы, реверс. Переставили конденсатор и должно закрутиться по часовой стрелке. Крутилось тогда противочасовой. Включаем. Все работает. В чем причина? Непонятно. Походу, вот в этой... В платье получается. Ну, и бонусом только ради вас. Открою и покажу вам, что внутри редуктора. Так бы, я бы его не открывал. Потому что все работает. Ну, так как на ютюбе никто не разбирал, мы посмотрим, что внутри. Открутили и снимаем. Что-то смазка какая-то, как волосня. Специальная. Федакторная. Очень нужный мощный редуктор, занижающий сильно обороты. И здесь, что внутри. Ну, что, посмотрели, собираем обратно. Короче, по измельчителю вывод такой. Сгорел контроллер. На контроллере, точнее, сгорело силовое реле. Потому что при включении именно в этом реле видно было, происходило искрение большое. А, сами видели, мы подключали отдельно двигатель, и он работает нормально. И реверс работает. И в одной, в другую сторону все крутится. Платы этой в Маките, в Прайсе, я сейчас посмотрел. Наличия нету нигде, ни в одном городе, ни на одном складе. Если это согласуют по гарантии, скорее всего, наверное, клиенту выдадут новый измельчитель. Пройдет 45 дней, и если запчасть не появится, клиенту выдадут новый. Вот. Если бы это был ремонт не по гарантии, ну, я бы, наверное, мы такое не ремонтируют, как бы, но чисто перепаять реле, там, если для себя кому-то делать, просто покупаете это реле, оно стоит на чипе-дипе 361 рубль. Перепаиваете, и все. А плата на Амазоне стоит 46 долларов, у нас она стоит 2, 460, помню, что такое. Вот. А еще обратили внимание, что какой здесь двигатель, я до этого у меня были видео с таким же изместителем только от компании Sterwins, который продается в Leroy Merlin. Почему? Только изместитель дешевле, чем Makita. Потому что в Sterwins идет щеточный двигатель, и там совсем другой редуктор, он только визуально, внешне очень похожий, ножи там одинаковые и прочее, а сама система-то получается разная. Вот за это переплаты нету. Здесь у Makita надежнее, качественнее, и сами видели, какой редуктор. Если из Sterwins еще, ну, я думаю, 100% ко мне еще попадут, мы на Sterwins и разберем редуктор и посмотрим, какой он там. Может быть, редуктор одинаковый на двигателе точно разный. Все, всем пока.